Калмыкию с рабочим визитом посетил директор департамента растениеводства, механизации, химизации и защиты растений Министерства сельского хозяйства России Роман Некрасов и директор Федерального Россельхозцентра Александр Малько. Гости ознакомились с реальной ситуацией в сфере растениеводства. Как отметил Некрасов, в этом году агрария республики работает в условиях аномальной жары и засухи. Кроме того, калмыцкие аграрии испытывают сильнейший дефицит воды, в их числе и рисоводческая отрасль, и она нуждается в федеральной поддержке. Также особое внимание было уделено ситуации по борьбе с ранчевыми вредителями. Мы сегодня видели в Калмыкии очень чистые поля, мы видели очень высокий урожай, мы видим очень качественную сельскохозяйственную продукцию, которая может быть использована и на внутренние нужды, и на экспорт. Конечно, это борьба с ранчевыми вредителями. Это тема для Калмыкии номер один, и поэтому есть определенные решения по усилению материально-технической базы Росельхозцентра, по выделению дополнительного объема препаратов по борьбе с ранчевыми вредителями на территории республики. За сутки в Калмыкии умерли два человека. По состоянию на сегодняшний день зарегистрированы 32 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. По данным регионального Минздрава, общее число инфицированных достигло 2346 человек. Выписано с выздоровлением 1377. В тяжелом состоянии находится 27 пациентов, из них один человек на аппарате искусственной вентиляции легких. В инфекционной больнице с признаками ОРВИ госпитализированы 544 человека. В режиме домашней самоизоляции находится 978 жителей республики. Роспотребнадзор в целях недопущения распространения коронавирусной инфекции подготовил рекомендации для организаций. Они касаются работы как бюджетных, так и частных предприятий. Речь идет о том, что работодатели обязаны соблюдать меры безопасности. Для этого руководителями издаются соответствующие распорядительные документы, в которых обозначены правила санитарного режима, требования к работникам по личной гигиене, дезинфекции помещений, особенности режима питания, нормы обеспечения персонала средствами личной гигиены. В случае неисполнения территориальные органы Роспотребнадзора имеют право привлечь руководителя к ответственности в виде штрафа или приостановить деятельность до устранения выявленных недочетов. Если выявляются случаи заболевания в коллективе, в адрес работодателя приходит постановление главного санитарного врача по территории со всеми объемами мероприятий, которые он обязан провести. Что входит в компетенцию и в обязанности работодателя в таком случае? Это проведение заключительной дезинфекции, это контроль за вызовом для этого работника с подозрением на коронавирусную инфекцию, медицинской помощи на дом, это содействие органам и учреждениям Роспотребнадзора при проведении опроса, выявления контактных лиц, это помощь в изоляции сотрудников бывших в контакте с больным. Жаркое лето в самом разгаре, температурные максимумы бьют рекорды. Осадки в виде дождя – роскошь для сельхозпредприятий, занимающихся разведением скота. По данным Минсельхоза, на сегодняшний день сектор АПК находится в тяжелых условиях. Отсутствие осадков, палящее солнце – все это негативно сказывается на растительном покрове, который в летнее время – главный источник корма для скота. Сильнее всего страдают восточные районы. Есть у нас опасения, что из-за низкого травостого пастбища, скот, который находится в данное время на пастбищах, не достигнет той соответствующей упитанности на начало зимовки. Сейчас животноводы подкармливают животных, хотя вот этого у нас много, ну и не было такого, чтобы мы в летнее время подкармливали, но вот приходится подкармливать, чтобы упитанные животные не потеряли свою упитанность. Также в целях сохранения погалуя принимаются меры по переброске животных на территории Киченеровского, Молодребетовского, Октябрьского района, где состояние пастбищ менее подвержено были засухе. Сами горожане уже привыкли к изнуряющей жаре и высоким температурам. Каждый спасается как может, и у каждого свой рецепт. Сплит-система, холодная вода, желать поменьше выходить на улицу, кондиционер, вот все, спасение. Ну, во-первых, беру с собой всегда воду, это обязательно, влажные салфетки. Ну, если честно, стараюсь или совсем пораньше пойти так, или же уже попозже, хотя бы после 16 часов, только так. Без лишней необходимости стараюсь не выходить. Или утром выхожу, или вечером попозже. И все. Я так долго сижу под кондиционером. Бережно относиться к своему здоровью, следить за самочувствием и контролировать артериальное давление. Особенно важно в это время для гипертоников. Врачи рекомендуют пить больше жидкости, по возможности не выходить на улицу в пик солнцестояния. Первое. Восполнять жидкость организма, при котором, значит, при этом надо употреблять большое количество воды и желательно комнатной температуры, либо слегка теплой. Чаще принимать прохладный душ, носить легкую свободную одежду, желательно из натуральных материалов, надевать головной убор. И если у вас проблемы со здоровьем, старайтесь обращаться за медицинской помощью. Ну а те, кто все-таки вынужден работать, должны быть крайне осторожны. Первые признаки теплового удара – головокружение, темнота в глазах, учащенное дыхание и тошнота. Роспотребнадзор разработал рекомендации для тех, кто работает в офисах и учреждениях. В их числе сокращенно на один час рабочий день. Также важно при изнурящем зное придерживаться правильного питания. А вот пить ледяные коктейли и обливаться ледяной водой – большая ошибка. Специалисты отмечают, что такие методы охлаждения выматывают и обессиливают больше, чем напряженная тренировка в спортзале. Употребляйте свежие овощи, фрукты. Особенно фрукты-то и овощи, которые насыщены влагой, сочные. Сезонные фрукты, сезонные овощи. Соблюдение водного баланса уже будет облегчать вашу жизнь в такую аномальную жару. Несмотря на все рекомендации, режим ограничений насладиться летом все-таки можно. Для этого необходимо следовать элементарным правилам поведения при повышенной температуре воздуха. И не забывать, что в нынешних условиях пандемии, несмотря на 40-градусную жару, масочный режим обязателен. Сегодня 45 молодых семей получили денежные сертификаты на покупку собственного жилья. 26 из них – это многодетные семьи, 19 признаны нуждающимися в улучшении жилищных условий. За весь период действия муниципальной программы развития физической культуры, спорта и молодежной политики города Листы с 2008 по 2019 годы жилищные сертификаты получили 397 семей. Социальные выплаты были предоставлены на сумму более 162 миллионов рублей, из них около 30 миллионов из городского бюджета. Хочу поздравить каждую семью, потому что очень приятно было, что сегодня Чигис Геннадьевич как называл фамилии, говорил о том, что очень много многодетных семей. На самом деле, конечно же, как раз ради этих детей, ради этих деток это все и происходит. Детская поликлиника нового формата. В Элисте продолжается строительство детской поликлиники. Новое учреждение рассчитано на 550 посещений в смену. На сегодняшний день идет к завершению этап оштукатуривания помещений и укладки выравнивающей основы для пола. Параллельно ведутся кровельные сантехнические электромонтажные работы. Строители приступили к облицовке фасада и прокладке наружной канализации. Детская поликлиника будет оснащена всем необходимым выпорудованием в соответствии с утвержденными порядками оказания медицинской помощи детскому населению. Территория вокруг медучреждения благоустроят. Будет уложена плитка, установлены скамейки и детская площадка. Приведены работы по озеленению. Возведение объекта идет в рамках региональной программы здравоохранения. Полная стоимость составляет порядка 360 миллионов рублей. Срок сдачи – конец 2020 года. Пенсионный фонд начал самостоятельно оформлять СНИЛС на детей. Теперь родителям детей, родившихся с 15 июля 2020 года, больше не нужно самостоятельно оформлять СНИЛС. Пенсионный фонд России сделает все сам и пришлет номер в личный кабинет. Как сообщают в пенсионном ведомстве, информация о номере СНИЛС оформляется в автоматическом режиме. Для того, чтобы оперативно получить уведомления об оформлении СНИЛС по электронной почте или в СМС, необходимо выбрать соответствующие настройки в личном кабинете на портале госуслуг. Если семья усыновила ребенка, то сохраняется прежний заявительный порядок оформления СНИЛС, так как необходимые сведения могут предоставить только усыновители. В Калмыкии продолжается борьба с саранчевыми вредителями. В восьми районах введен режим повышенной готовности. Обследования на выявление саранчевых вредителей проведены на площади более миллиона гектаров. Для проведения истребительных работ задействовано свыше 100 единиц наземной техники и 7 самолетов. На борьбу с вредителями в текущем году выделено 10 миллионов рублей. Имеется необходимый запас инсектицидов. На сопредельных территориях со всеми соседними регионами проводятся совместные обследования. По мере необходимости очаги заражения оперативно обрабатываются. Ситуация находится под контролем республиканского правительства. Прибывшие из-за границы обязаны сдать анализы на COVID-19. Согласно постановлению главного санитарного врача России Анны Поповой, для иностранных граждан, въезжающих на территорию страны, отменена двухнедельная изоляция. Но они должны иметь при себе отрицательный тест на коронавирус или сдать его в течение трех дней после прилета. Что касается россиян, вернувшихся на родину, то они могут также обойтись без карантина, сдав тест. Если он окажется положительным или состояние здоровья ухудшится, то человек должен изолироваться по месту жительства и исполнить указания врача. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова